Всем привет, с вами Андрей Вар, и что это очередное развитие с нуля, очень многие его ждали, и ну никто не хотел простимулировать меня. Сергей Золов собрался, задонатил 5 кэсов, и соответственно это развитие с нуля будет благодаря ему. Если вам понравился данный видос, если вы ждете вообще развития с нуля, за сколько можно, за какие кратчайшие просто сроки можно развить аккаунт Бумбич, то прожимайте лайк под этим видео, пишите комменты, ну можете конечно же еще кидать донатики. На этом аккаунте буду играть и с допрабочим, но без резервов, то есть в начале просто я считаю, что резерв не нужен, самое главное в начале для быстрого старта это второй допрабочий. Плюс хотел бы сказать, если вдруг кому нужен резерв, все-таки, ну кто уже там 65, 70, 76 левел, кто играет в боевые корабли, кто играет в Бумбич, и кому нужен резерв, ссылочки в описании на телеграм Сергея Золова покупает резерв, плюс телефон, если вдруг кто захочет связаться с ним по WhatsApp, точно так же оформляет, покупает резервы, все нормально, все счастливы, все довольны. Ну а давайте здесь переходить, для того, чтобы быстро развиваться, я не буду там выставлять, вот как многие говорят, что о классное развитие с одной снайперкой, оно в теории как бы в принципе классное развитие с одной снайперкой, но есть один самый огромный минус, ты просто максимально тормозишь себя в развитии, потому что тебе надо строить только именно атаку, только там лодки, штаб, оружейку, ты реально тормозишь себя в развитии. Поэтому я, понятное дело, так делать не буду, будет нормальное развитие, то есть немножко прокачка дефа, немножко прокачка атаки, и чтобы все нон-стоп шло, чтобы, ну, не было таких, знаете, простоев, что ночью, например, я сплю 8 часов, и 8 часов ничего не качается, потому что с вечера я не поставил ничего по атаке, например, не насобирал ресурсы. Нет, такого не будет, то есть будет нон-стоп вот целый месяц, то есть у меня сейчас целый месяц будет развитие, и сколько получится развиться, ну, увидим через месяц. То есть вот сегодня 9 мая, я днем начал, соответственно, 9 июня проверим, до куда можно развиться максимально, вот докуда можно максимально развиться. Наверное, обучение вы уже все десятки раз видели, поэтому буду просто какие-то вставочки вставлять по мере того, как первый видос будет наполняться контентом. Еще скажу по поводу, вот, аккаунта, было бы интересно развить аккаунт с нулем медалек, но это тоже невозможно. Для того, чтобы быстро развиваться, надо выносить как можно больше противников, прям реально, как можно больше противников. А если играть с нулем медалек, то есть это надо никого не выносить, только Краб, только, например, имитации и Доктор Ти. И то, блин, и то, и то, и то, имитации и Доктор Ти дают медальки, то есть когда ты их первый раз носишь, дают 5 медалек. Соответственно, это, ну, это плюс 5 медалек, которые надо будет потерять. А обычных бас вообще не надо трогать, и это тоже не мой вариант. То есть мой вариант максимально, максимально быстрого развития в Бумбич. По поводу быстрого развития, я уже немножко там сказал, что для того, чтобы быстро развиваться, надо купить ДОП рабочего. И вуаля, ДОП рабочий куплен, и сейчас развитие пойдет еще чуточку-чуточку быстрее. Как получается, смотрите, я сразу могу построить, могу улучшить штаб, я это и делаю, потому что, ну, это самое-самое важное. Плюс здесь что еще можно? Золото хранилище, ну, у нас есть возможность поставить сразу два здания на апгрейд, ставлю сразу два здания на апгрейд. То есть вот сейчас у меня идет уже ускорение Х2 по скорости строительства. По поводу еще прям супер быстрого ускорения, конечно же, это можно покупать вот эти алмазики для того, чтобы ускорять здание, для того, чтобы не собирать ресурсы, а за ресурсы, ну, то есть тратить алмазики на строительство зданий, вот на эти ресурсы, но, блин, это чересчур дорого, и я бы не советовал этим заниматься. Все-таки второй ДОП строитель для развития это более чем достаточно. Вполне возможно, вначале где-то второй ДОП рабочий будет проставить, потому что, ну, невозможно прям все моментально быстро ставить на апгрейд, но в целом я буду стараться, чтобы, ну, такого не было. Ставлю еще, то есть у нас две минуты, две минуты, за это время можно попробовать напасть на кого-то и добыть дополнительные ресурсы на нашей карте. У меня есть, как видите, бабки для того, чтобы открыть новые зоны. Давайте, собственно говоря, пока этим займемся. Ну, у меня нет еще оружейки, куда тратить эти бабки. Соответственно, только на открытие новых зон, новых карт. И это прям 100% надо будет всегда делать, потому что чем больше вы видите, тем больше вы можете нападать. Дальше пойдут Доктор Ти один, Доктор Ти второй. Потом это пойдет Эверспарк, Ирхард. Здесь это, наверное, буллит будет скрыт. Вот здесь где-то. Здесь это, ну, обычно ванпост. Здесь, наверное, это, по-моему, Доктор Каван. Здесь, наверное... А, здесь, кстати, может быть где-то вот были... Здесь либо где-то здесь вот имитация будет. Ну, реально, карта очень нужна. И, соответственно, прокачка радара – это основной тоже критерий. Каждый бой получаете плюс медальку и... Опача! И сундуки. Эти сундуки вам нужны для того, чтобы собирать и алмазики, и ресурсы. Здесь давайте я сейчас чуть-чуть-чуть-чуть по временю. Может быть, надо будет взять... То есть, я бы советовал, на самом деле, брать алмазы, а все-таки ресурсы добывать с баз. И точно так же с операцией брать чисто алмазы, а ресурсы добывать с баз на карте. Но иногда можно отступаться от этого правила. Иногда все-таки можно брать какие-то ресурсы, если вдруг они вам прям вот-вот... Вот прям очень надо. По поводу рангов. Для начальных ловелов хотел бы акцентировать внимание. Чем выше ранг, тем больше ресурсов вы будете получать за этот сундук. Ну, получается 700. Если перехожу на следующий, то получу вот это. И если... Блин, ну, наверное же, да? Если я его не открою, я должен получить вот-вот это. Сейчас проверим. Сразу набиваем канонерку для того, чтобы снести пулики. Но здесь пулики расположены вместе. И, соответственно, если здания расположены вместе, если они примыкают друг к другу, то артиллерия сносит сразу два здания. То есть, ну, если бы здесь было четыре вот так, прям вплотную, либо штаб бы стоял вот здесь вплотную. Точно так же демаг бы наносился штабу. Блин, я реально не могу улучшить радар. А как так-то? Подождите, подождите. Может быть, из-за того, что два РДО пробочих, я дайте-ка ускорю. Я реально радар не могу улучшить. А почему? На начальных этапах игры можно добывать камень и дерево не только на базах противников, не только за сундуки, но еще на нашей основной базе. То есть, грубо говоря, мы можем отправить рабочего, удалить дерево за 600 монет. То есть, мы, грубо говоря, бабки переводим в дерево. Удалить и вуаля. Потеряли бабки, но получили дерево. И после этого можно поставить штаб на апгрейд. Еще оружейка впереди у меня, но я думаю, что скоро к этому приду. Плюс, на начальных этапах игры нет кнопки, как бы, ускорить быстро. И надо в каждую лодку заходить и каждую лодку укреплять. Ну что, маленький лайфхак. Проверяем. И если мы подняли ранг и заходим в сундуки, и опача, наград становится гораздо больше, потому что я уже рядовой второго ранга. А, мне надо было дождаться. А-а-а-а. Что-то не отрабатывало. Короче, я перезашел в игру, зашел обратно, и мне написало, что для того, чтобы улучшить радар, вот, ну, вы видели, это вот тутер вот этот был. И, соответственно, сейчас я буду вводить имя, и после этого, наверное, можно будет улучшать радар. Я, походу, понимаю так. Ну, короче, какой-то баг был, что не сразу появлялась вот эта полоска введите имя. А-а-а, блин, тут, вы знаете, не хватает символов. Я не могу написать развитие с нуля by Сергея. Ну, то есть, типа, кто спонсор данного развития с нуля? Ладно, написать by Сергея не могу, но, знаете, это развитие с нуля получилось чисто благодаря Сергею Золову, что он задонатил, потому что никто не хотел... Все хотели увидеть развитие с нуля, докуда можно развиться, за сколько можно это развиться, но никто не хотел поддерживать данный проект. Поэтому большое спасибо еще раз ему. Короче, после того, как я ввел имя, появилась кнопка нашего магаза вот этого, и здесь появились подарки. И 130 тысяч золота, куда мне его деть? То есть, на самом деле, я сейчас брать не буду, то есть, я буду развивать этот аккаунт, но 130 тысяч золота я куда... То есть, я понимаю, что оно заполнится... 10 тысяч станет 130, оно заполнится максимально, но с меня первое, вдруг, если кто-то нападет на такое халявное золото, заберет очень-очень много, а второе, мне пока некуда тратить 130 тысяч. То есть, я чуточку, чуточку попридержу... А что я еще? А, это я не забирал. Окей, 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 окей. Я подумал, нихрена тут подарки разработчики подкидывают. Плюс, по поводу мгновенного обучения, если вдруг кто-то начинает, не знает, как это работает, смотрите, у нас осталось 2 дня. То есть, в течение 2 дней я могу нажать на эту кнопку и бесплатно получить мгновенное обучение, и оно сразу же прям начинает работать. И будет работать в течение 7 дней. Но, если я возьму в конце, через 2 дня, оно точно так же будет работать 7 дней. То есть, не обязательно прям сейчас брать. Вот сейчас мне оно не надо. То есть, я возьму лучше его через 2 дня, когда, ну, чуть будут другие войска, может, чуть больше прокачаюсь, и там надо будет вот побыстрее восстанавливать. Пока мне это точно не надо. Сейчас все очень легко идет. И точно так же бабки. Так, что сейчас еще в первом видосе можно рассказать? По поводу канонерки, это, ну, вы поняли, это возможность бросать нашу артиллерию, потом дальше фитили, шоки, дополнительные какие-то плюшки. И здесь мы видим в самом начале 14 зарядок канонерки. Потом она дальше будет расти, по-моему, до 50 или 52. Соответственно, вот с помощью этого заряда мы можем бросать нашу артиллерию. Чем больше этого заряда, тем больше можем бросать. По поводу вот этой лодки, если вдруг кто не знает, пока она привозит мне только золото. Это вот 21 час. Где еще? 21 час. То есть, чем больше вот таких наших архипелагов находится под нашим контролем, а это находится под нашим контролем, тем больше мы будем получать золото. После того, как мы начнем открывать аванпосты, добывающие шахты, нам эта лодка будет привозить и дерево, потом и камень, потом и железо. Ну и по поводу, как повышаются левела, вдруг там, ну, я не верю, что кто-то будет смотреть, вот кто ни разу не играл в Мумбич, но мало ли, здесь в самом верху находится цифра нашего левела на данный момент. И левела повышаются за счет прокачки наших зданий, плюс за счет прокачки оружейки. То есть вот, грубо говоря, до следующего левела, то, чтобы получить четвертый левел, мне еще надо очко. Например, заходим сюда, мы получаем пять очков за прокачку. Заходим в каждом, абсолютно в каждом здании. Заходим сюда, получаем два. То есть любое здание, которое бы сейчас не проапгрейдил, я везде получу очки и получу уже следующий левел. Точно так же и будет в оружейке. Мы будем прокачивать наши какие-то войска, улучшать их и будем получать точно так же этот опыт для повышения нашего левела. Вдруг, если кто-то вот, ну, прям мало ли есть, кто не знает, что это такое, это покинута хинджина. Здесь появится наш первый герой, это будет бричка, но с четвертого левела штаба. То есть я сейчас, наверное, и улуч... Не, я пока... Фух! Я пока еще улучшаю, но только на третье, а потом только на четвертый, и после этого откроется первый герой. То есть надо будет ее еще восстановить, по-моему, или за дерево, или за бабосики, и после этого уже мы получим первого нашего героя в игру. Как только вы собираете сундук, получается, начинает тикет таймер, и после истечения таймера появится возможность снова заполнить этот сундук за счет пяти звездочек. То есть надо будет вынести либо пять противников, но иногда дается по две, но в целом это, грубо говоря, заработать пять звезд. Плюс хотел бы обратить внимание, что штаб имеет свое количество хп. То есть вы, грубо говоря, можете посмотреть две тысячи. Но если вы сносите какие-то здания на базе, вы тем самым немножечко, но наносите демаг штабу. Давайте сейчас покажу. То есть вот, грубо говоря, начнем с двух сторон. Будем сносить вот эти склады, потом пулик. И тем самым... Сейчас давайте. Пам-пам. Вот. Мы снесли одно здание, нанесли демаг. Снесли второе, нанесли демаг. Снесли третье, нанесли демаг. И так, грубо говоря, чем больше вы сносите зданий, тем больше вы наносите демаг вашему штабу. Ну и плюс с артиллерии можно. Видите? Мы еще к нему не подошли. Ну, по факту-то толком. А мы его уже снесли. То есть вот это такой плюс или минус. Бумбич в Clash of Clans'е такого нет. Опача. Первое выполнение. Первые халявные гемасики. Так, после того, как вы улучшаете радар на следующий левел, вы открываете дополнительную возможность открывать какие-то зоны. Так. Здесь, здесь, здесь. Короче, еще на этом я ни одного доктора Ти или аванпоста не увижу. Поэтому просто, грубо говоря, трачу оу-оу-оу-оу. Но зато увижу первого поца. И давайте в этом видосе еще снесем одного противника, живого, настоящего. Ух, будет жестко. То есть, в принципе, у меня нет фитиля, если вдруг что. Если не знает, кто получит эту статуэтку, просто подключайте суперстрел, и она автоматически появится в украшениях. Ну, это так, маленькие отступления. У меня поэтому нет ее на базе, потому что я через Google аккаунт играю. За противника точно так же, как и за обычные базы на карте, нейтральных игроков, вы будете получать золото и, ну, вообще ресурсы, давайте скажем так, плюс медальки. За обычных игроков там вы получаете либо одну, либо две в рандоме. За игрока, за живого реального игрока, вы будете получать всегда минимум две медальки. Попробовать можно, прям реально попробовать можно, но мне кажется, у меня нихрена не получится. То есть, мне надо будет снести мортиру, потому что она будет реально сдалека бить, и я ничего не смогу сделать. А вот со снайперком я реально не представляю, что сделать. Короче, просто ради эксперимента реально пробуем. Давайте пробуем. И будет, будь что будет. То есть, сюда раз, два. То есть, вы помните, наискосок бьем, чтобы как можно больше задеть зданий дополнительных. Не, не заберу. Класс, не заберу. Короче, надо будет на этого потика нападать еще, когда я открою оружейку, когда я дополнительно открою какие-то войска, плюс одна защита ему. Вот чисто тупо плюс одна. Красавчик. Вообще, по дефу прям реально топ. Но перед тем, как мы закончим, я прям очень сильно надеюсь, что вы все-таки не будете акцентировать внимание на прокачку дефа. Все-таки, самое главное, вот это прокачивать лодки, чтобы они у вас были максимальны. Канонерка, чтобы было максимально. Штаб, чтобы был максимально. В развитии. Радар, чтобы был максимально. И вы могли открывать дополнительные зоны, и, соответственно, видеть все больше и больше. Плюс оружейка, и там в оружейке виды войск. Также дополнительно, что я бы хотел сказать, что надо прям вот поддержку скульптора прокачивать. Ну, подлодка так себе, потом оружейная лаборатория. Это вот, ну, прям реально очень нужное здание. А вот, вот это вот, вот здесь, это, ну, здесь повезло. То есть, это просто чисто я ради эксперимента поперся на седьмого челика, которого, ну, я не мог физически вынести. Он сильно много, то есть, он две снайперки выкачал, плюс мортиры еще. У него прям все стояло. То есть, чуть-чуть, вот я сейчас открою следующую лодку, дополнительных парочку солдатиков, и я его вот просто, увидите, в следующем видосе разнесу просто на раз-два. Короче, это первый видос, это развитие с нуля. Если вам видосы нравятся, то прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну, а с вами был Андрей Вар. Всем пока. Увидимся в следующий раз и снесем сразу же этого поц. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok